Добрый день! В эфире программы Дневной Разворот. Вас приветствуют в предыдущей передаче Анна Лапшина и Владимир Сметанин. Всем здравствуйте! Здравствуйте! Как обычно, мы два часа с вами. Во втором части после 12.05 гостями нашей студии станут организаторы международного фестиваля «Шляп», который прошел в прошлые выходные в Вятских Полянах. Это было грандиозное, красочное, масштабное событие. Действительно, гордость для региона. По итогам, мы знаем, уже заключены даже некоторые соглашения. И в том числе у наших шляпников, если уж так уж простым языком их называть, будет выход на крупнейшее шляпное мероприятие в России. Насколько я понимаю, да, это выставка «Шапо», которая проходит в Москве. Кажется, она будет в сентябре, если я не ошибаюсь. Да. Поговорим с организаторами Валерием Смолюком и Олегом Уваровым после 12.05. Ну, а первая тема, в первую очередь, наверное, заинтересует родителей, потому что говорить мы будем о безопасности наших детей. О безопасности детей на детских площадках. Говорить будем с экспертом Кировского отделения Общероссийского народного фронта и многодетной мамой Аленой Чесноковой. Алена, здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Повод для нашего разговора, в общем-то, не очень веселый. Накануне как раз-таки региональный штаб ОНФ сообщил о том, что поступило сообщение от родственников девочки, которая серьезно пострадала в пределах игрового комплекса в одном из торговых центров, да, областного центра на улице Ленина. Указано, девочка сломала руку. Да, серьезный перелом. Уже была одна операция, предстоит еще одна. Когда именно произошел этот случай? Не могу сказать, потому что там обращался дедушка, точных сроков не знаю, но вот где-то буквально вот-вот. В сообщении ОНФ написано, что из-за этого срывается начало учебного года. Да, потому что у нее долгая реабилитация, пока это все пройдет. Вот сейчас одна операция закончилась, ведь должно все поджить, чтобы потом будет вторая операция. А как это еще все закончится? Ну, я так надеюсь, конечно, что у нас там специалисты в областной очень хорошие и все будет хорошо. Перелом серьезный. У нее серьезный перелом, у нее две кости сломаны там в плече, то есть, ну, понятно, что и школа еще пока не светит. А девочка совсем маленькая, 6 лет, да? Ну, то есть в первый класс должна была пойти. Она должна, да, то есть 1 сентября такой праздник для пока маленьких-то детей, а уже взрослым. Вот, а для маленького ребенка, конечно, это праздник. Какие подробности происшествия известны? Девочка с бабушкой, с дедушкой пришла, ну, на определенную площадку, значит, в торговом центре. С бабушкой была взята расписка, что она несет ответственность сама за все, что случится там на этой площадке. Но бабушка-то до площадки допущена не была, то есть вообще какая юридическая основа для таких расписок, вообще непонятно. То есть это так, по сути, это фельдкина грамота, ну, никакой роли эта расписка не имеет. Я вообще первый раз слышу, что у нас в торговых центрах с родителей или родственников детей берут какие-то расписки. Для меня тоже это было открытие. Мы с детьми посещаем периодически такие заведения, такие места, и никогда организаторы не просили там в чем-то расписаться. Слушайте, а может вообще всем на входах в торговые центры надо расписываться в том, что мы несем за себя ответственность. Не дай бог, сгорим, простите. За то, что там происходит внутри. Вспоминаем зиму и вишню. Нет, ну, к тому же возникает ведь очень много вопросов по поводу того, что кто сидит и следит за этими торговыми игровыми площадками в торговых центрах. Есть ли для этого у этих людей там специальное образование? Вот, например, в садик же сейчас вообще у нас Кировская область одна из, в которые не пускают там Деда Мороза, грубо говоря, просто так, без всяких справок и бесплатно. А тут, работая с детьми, есть какие-то разрешения, какое-то специальное образование, какое-то что-то? Потому что вот с девочкой это случилось. Сотрудники были, ну, так скажем, в большом шоке. Они не знали, что делать. Ну, я понимаю, конечно, что у нас... То есть, как оказывается, там, первую помощь какую-то, да? Да, то есть, какая первая помощь? У них там глаза были больше, чем у этой девочки, наверное. То есть, грубо говоря, что в таких местах сидят, ну, старшеклассники, первокурсники, которым просто вот на лето подработать. Что там, ну, просто опустил ребенка, засек время, в другое время сказал, все, твое время кончилось, давай, до свидания, и все. То есть, никакой неответственности, ничего. Если вот сравнить даже Киров и там, ну, Москву-Питер уж все время сравниваем, да? Там, конечно, мы оставляем ребенка в какой-то игровой комнате, да, записывают наш телефон, но мы спокойно идем по магазину, чтобы просто дети нам не мешали, им неохота было там ходить по этим рядам. Дети в это время развлекаются, родители спокойно идут, работники, взрослые женщины. Я вот сама спрашивала, ну, я свои детей там оставляю, сама спрашивала, говорю, если что, вы сможете оказать первую помощь, да, мы научены. То есть, ну, я, конечно, не проверяла, я надеюсь все-таки на слова, что они научены, что они первую помощь, но, по крайней мере, набрать 0,3, они смогут. А не то, что там бабушка где-то там из-за забора, из-за какого-нибудь выглядывает, все ли хорошо с ее внучкой. Я, конечно, не спорю, что детская площадка – это детская площадка, и, может быть, все, что угодно, и толкнули, и упали, и там, это никто от этого не застрахован. Ну, и во дворах травмируются. И во дворах точно так же, да. Но все равно должна быть какая-то ответственность у людей, которые этим занимаются. То есть, в первую очередь, они должны смотреть, вот начали там мальчишки, например, хулиганить, им сказали так, там, прыгать нельзя, там, не толкайтесь, там, еще что-то. А так, по большому счету, я так думаю, что получается, они там играют, их из-за какой-нибудь там, ну, горки надувной, их просто не видно, и никто не ходит, не смотрит. Если кто-то там из родителей с другой стороны обойдет и скажет, там, ой, там, не толкайтесь, у меня там маленький ребенок. То есть, не просто так ведь вот даже изготовители всех этих надувных, например, конструкций, да. Они же говорят, что вот определенный вес, определенное количество детей должно быть там, не ходить в обуви, не ходить там, я не знаю, в штанах с заклепками, чтобы, не дай бог, за что-нибудь зацепиться там или еще что-то. То есть, в принципе, ну да, в некоторых детских комплексах могут сказать, у вас там нет ничего такого там колюще-режущего, но никто ведь не проверяет. Да, наверное, и с точки зрения закона, может быть, это как-то нерегламентировано. Ну, то есть, понятно, что все эти организаторы... Нет, ну, причем здесь законы, элементарные правила безопасности. Правила безопасности просто соблюдать какие-то. Это все понятно, но у них руки-то связаны тоже в некотором смысле. Нет, ну, просто вот, ну, в первую очередь, оглядеть ребенка, у которого, да, на джинсах есть какие-то заклепки, которые могут повредить там, за что-то зацепиться и себе повредить. И другому там какому-то ребенку строго-настрого предупредить, что, например, нельзя толкаться, нельзя там бегать вот в этом вот промежутке, нельзя там прыгать на горке, с которой ты там скатываешься. Ведь, ну, так, приблизительно дети, которые лет 10-12, они же дикнут вот на этих площадках, мальчишки особенно. 10-12 это практически уже взрослый человек по физическим параметрам. Ну, дети-то разные, конечно, бывают. Но взрослых-то туда детей не пускают. Ну, значит, это понятно. Но если вот в данном, например, игровом комплексе взяли расписку с родителя, что он несет ответственность, так будьте добры, тогда, пожалуйста, родитель-то рядом должен быть. Почему его даже на территорию этого детского комплекса не пускают? Ален, а обстоятельства получения девочкой травмы, они известны? Ну, так приблизительно, там ведь никто рядом-то не стоял. Что бабушка говорит. Да, что просто начали дикнуть, девочку толкнули. Конечно, это, ну, никто не говорит, что это специально, нет. Но она ударилась о какую-то... Конструкцию. Конструкцию, да. Конструкция сама железная, она чем-то там обернута. Ну, вот так вот звезды сошлись, вот она не так может там как-то плечом. Ребенок это ребенок. Ну, у ребенка хвости маленькие, тоненькие, да, много ли надо. Да, то есть вот опять же правила техники безопасности. Мальчишки дикли, толкнули, ребенок как-то ведь можно и просто поскользнуться там на банановой кожуре и сломать ногу там в пяти местах. Это, ну, никто не спорит. Но факт тот, что сотрудники-то смотрели открытыми глазами, они не знали, что делать. У них даже не хватило там ни в скорую позвонить, ничего. То есть это со временем. Девочка, я предполагаю, заплакала сразу же, да? Конечно, заплакала. Боль, сломана рука. С плече, это же, конечно. На нее обратили внимание, сотрудники не знали, что делать. Ну, кто, бабушка или дедушка рядом? Там бабушка. Бабушка сразу поняла, что что-то случилось. То есть началась какая-то... Ну, там очень дедушка активный, там дедушка пробивной. Ну, и такой, я думаю, что у них все получится. Ну, просто вот вопрос-то возникает, что... Скорую вызвали? Нет, просто что-то по событиям. Да, потом-то вызвали скорую. Там уже, как они потом уже и лечиться уехали. Рентген, видимо, сделали. Ну, конечно, да. Вот, и потом-то и оказалось, что очень серьезный такой нехороший перелом-то. Так, хорошо, мы сейчас сделаем небольшую паузу, да? У нас в гостях, напоминаем, эксперт Кировского отделения Общероссийского народного фронта Алену Чеснокову. Мы говорим о безопасности детей на всевозможных игровых комплексах, в том числе, вот в данном случае, установленных в торгово-развлекательных центрах. Чуть позже мы поговорим и о безопасности детей на детских площадках, на открытых, имею в виду, там тоже... Во дворах. Там тоже очень много претензий, да. Во дворах и на улицах. Да. Небольшая пауза скоро продолжим. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии наша гостья, Алена Чеснокова, эксперт Кировского отделения Общероссийского народного фронта. Мы говорим о безопасности детей на детских площадках, на закрытых детских площадках, в развлекательных комплексах и на открытых детских площадках. Об этом мы тоже поговорим. Поводом стала наша встреча история, недавняя история с девочкой шестилетней, которая травмировалась на развлекательном комплексе в одном из торговых центров Кирова. Семья девочки сейчас будет добиваться какой-то сатисфакции? Ну, сейчас подано заявление в прокуратуру, в том числе, и с УНФ. Будут разбираться и уже там на законность вообще какие документы у них есть, на каком основании это все открыто. У нас же как, у нас пока петух не клюнет, да, мужик не перекрестится. То есть пока вот у нас не случилось этой зимней вишни, никто ничего не проверял. Как случилось, все, пошли проверять пожарную безопасность, нашли кучу проблем. И оказалось, что большинство торговых центров у нас не соответствует. Да, так и тут, в принципе, то же самое. Вот вы видели, хоть в одном развлекательном центре, чтобы висела какая-то лицензия, какие-то координаты начальства там вообще, ну, кто этим... По идее должны висеть. По идее должны, но этого нет. Если этого нет, даже в торговых центрах, ну, в закрытых площадках, то что говорить уже про улицу, где вот, ну, я так понимаю, ЧПшник купил вот этот надувной батут, может быть, там снял какой-то кусок земли там арендовал. Какое направление, что он там может делать, вообще ведь неизвестно. Ни одной бумажки нигде не висит. Сидит мальчик или девочка за стульчиком, под зонтиком. Берет деньги, столько-то за 15-20 минут. Да, и то есть... Тут кнулись в смартфон. Да, и кто за что отвечает, непонятно. То есть и нужны вот именно такие проверки. И может быть, в том числе, именно общественные проверки, когда люди сами будут небезразличны, и подходя вот к таким развлекаловкам, они будут хотя бы узнавать свои, ну, так скажем, права, что, а кто вы, ну, если что-то, то что вы можете сделать или там, а кто за это отвечает, а где мне вообще найти, там, хозяина, может, я там хочу переговорить или что-то. Ведь это порой вот эти девочки-мальчики, они даже не знают, кто там, чье это. Вот меня посадили, мне сказали про сидеть со стулькитой до стулькитой. Все. Больше, как бы, вопросов нет. То есть УНФ будет добиваться тотальной проверки? Ну, по крайней мере... В Кирове или в частном случае вот этим только? Нет, я думаю, что будем добиваться хотя бы те места, которые много посещаемые, туда, где, ну, конечно, мы каждый двор не сможем пройти, потому что, ну, про дворы это вообще отдельная история. Мы пока говорим про торговые центры. А вот про торговые центры, про уличные комплексы, которые вот эти надувные батуты, очень бы хотелось даже вот с помощью прокуратуры это все проверить. Ну, вот давайте еще к этому частному случаю вернемся. Понятно, что сейчас случаем занимается прокуратура, но вот поведение сотрудников, кроме того, что они в момент, скажем так, да, получения девочкой травмы не смогли вовремя сориентироваться, да, не понимали, что делать. Дальше-то что? Они как-то пытались с родственниками связываться. Пока вот у меня такой информации нет. Пока не могу сказать. Но я говорю, там дедушка очень активный, и я думаю, что просто так они не замолчат. Ну, мне кажется, что им кажется, простите, что они вот защищены сейчас в данной ситуации той самой росписью, которую поставили родственники. Торговый центр защищен. Да, в торговые центры, да. Ну, я говорю, нужно смотреть вообще вот эти уставные документы, на основании чего они вообще там работают, что им разрешено, что у них написано в этих документах, ведь их нигде в открытом доступе нет. То есть, если бы я пришла, например, в какое-то место, доска, так, правила, там, то-то, 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 вы отвечаете за то-то, то-то, нельзя вот то-то, то-то, там, вот как, ну, в нормальных парках, даже и у нас в Кирове, в принципе, в некоторых местах написано, что предназначается, да, предназначается с такого-то по такой-то возраст. Там лицам с ограничениями здоровья, там, сердечниками, там, ещё чего-то, там, запрещается. То есть, если ты идёшь, и ты заведомо знаешь, что вот у тебя проблемы со здоровьем, и там на американской горке ты на этой проедешь, и приедешь уже там с инфарктом, ну, ты сам на себя берёшь эту ответственность. Понятно, что тебя никто не будет спрашивать эту справку перед тем, как ты сел там в этот вагончик. То есть, ты же знаешь, что у тебя такие проблемы. Но предупреждение должно быть. Но предупреждение обязательно должно быть. А у нас, говорю, у нас нигде ни одной бумажки прочитать, посмотреть картинки, в конце концов, что там что-то можно, что-то нельзя. У нас этого нет. Алена, я правильно понимаю, что ОНФ занимается сейчас как раз проверкой детских площадок. Мы говорим не о таких вот аттракционных комплексах, где пребывание платное, а бесплатных площадок. Бесплатные площадки дворовыми. Во дворах, в городе, на улицах. Правильно, да? А торговыми центрами до этого детскими площадками не занимались. Вот пока петух не плюнул. До первого случая, получается. Ну, как люди взрослые, мы должны прекрасно понимать, что это во многом коммерческая история, конечно же, с этими площадками. Приходя, ты платишь деньги, стоит это недёшево зачастую. Это очень даже. И на свой страх и риск, собственно, ты, да, по большому счёту, оставляешь ребёнка. Ну да, ты там присматриваешь, а что с ним произойдёт. И можно, конечно, прекрасно понять. Просто у них есть комплекс. Они просто арендуют здесь территорию, вот что-то присматривают. Но по большому счёту никакого контроля большого за этим не осуществляется. Я и говорю, что в принципе, ну это же дети. Они же не привязаны там к стулу, понятно, они сидеть не будут. И травмы могут быть разные. И от этого никто не застрахован. Просто сам факт того, что работники не обучены ни правилам первой помощи, оказания первой помощи, никуда обратиться, они сами в шоке. Они просто не знают, что делать. То есть вот этот вопрос нужно просматривать, поговорить. Взяли расписку и всё. И дальше уже не застрения не суток ответственности. И, конечно, нужно смотреть, насколько вообще безопасно. Есть же всякие снипы там, всякие сантвины. Вот это большой вопрос. То есть понимают же все производители, и я думаю, что и установщики этих комплексов понимают, что дети – это дети. Дети действительно не будут сидеть на стульчике в уголке. Да, они будут бегать. Это активность какая-то и прочее. И когда от того, что ребёнка толкают на какую-то конструкцию, может быть, даже окутанную поролоном и ещё чем-то, ребёнок получает перелом, двойной, как я понимаю. Это вот заставляет задуматься о том, а из чего вообще сделаны эти площадки. Ну, кстати, мы начали с того, что это обращение УНФ, и УНФ уже в прокуратуру, собственно, посыл такой идёт. Но ведь каждый гражданин, ведь каждый родитель, по идее, если у него есть подозрение, что здесь тут мер безопасности не соблюдаются, каждый может написать заявление в прокуратуру. Я про что и говорю, что общественный – это контроль. Он намного лучше, чем пока вот такие случаи. Я говорю, ну, просто нам же не обойти каждую. Вот я считаю, что вот эта вот площадка опасна, а там дядя Петя говорит, да ты что, я там 300 раз падал с этой горки, и ничего со мной не случилось. Ну, так, конечно, дядя Петя там или маленький ребёнок. У нас же очень много, вот даже во дворах, вот я сужу, у меня, например, у мамы во дворе горка стоит. Да, она там по санпинам, там по всяким сделанным, всё. Но у неё вот конец вот этой горки, как это вот правильно сказать? Съезд. Съезд, да? Он, ну, сантиметров на 30, наверное, от земли. То есть ребёнок едет по горке, потом просто подпрыгивает, и должен либо встать на ноги, либо на попу. То есть взрослый ребёнок, он ещё там приземлится на ноги, а маленький, он просто упадёт на копчик. Да, и сломает его. Да, то есть вот где вот это расстояние? Ну, оно же никак не сглажено. И это уже вопрос-то, наверное, не к производителям, а к установщикам. Что, а вот это-то расстояние, кто за ним-то будет? Ну, там, вероятно, предполагалось, что горка должна быть вкопана, а может быть, её как-то установили по-другому, закрепили конструкцию. Это вопрос-то уже к установщикам, а не к производителям. Ну, у меня сейчас мнение такое родилось. Если у родителей есть какое-то подозрение на безопасность, на небезопасность, вернее, каких-то детских игровых комплексов, наверное, в первую очередь нужно, если и писать в прокуратуру, то в первую очередь, наверное, нужно упоминать, что я считаю, что тут противопожарные меры не соблюдены. А, ты думаешь, они сразу же прибегут, да, пока ещё горячие и стои, они сразу же прибегут проверять. Я имею в виду горькую память, которая никогда, собственно, не пройдёт до земли. Да, конечно, проверять-то будут, Владимир, наличие огнетушителей и знания правил пожарной безопасности. Параллельно там написать, что я считаю, что здесь реальный травматизм может быть. Нет, но это то, что касается закрытых площадок. А вот эти все батуты, которые на улице стоят под дождём, к тому же, вот, ну, в нашем городе солнце такой редкий у нас. Особенно в последние несколько дней, да. Да, то есть идут дожди, кто-то вытирает, да, конечно, никто. Дети своими попами и всё это. Так ведь вот влага, которая с этим соприкасается, это поскользнуться, это там ещё что-то. А если, не дай бог, у ребёнка, ну, так скажем, где-то был какой-то скрытый там череп, какая-то мозговая травма, он ещё раз поскользнулся, даже упал на это вот мягкое место. Сотрясение можно получить от резкого падения, конечно. Да, это, ну, никто же не вытирает. А дожди, вот они, это же ничем не закрыто. Это вот так и говорят, ну, подождите, когда высохнет. Ну, ребят, ну, я тут буду стоять полдня ждать, когда высохнет. Только высохнет, опять дождь пойдёт. А они могут туда залезть, взрослые-то люди? Конечно, могут. Или это рассчитано только на ребёнка повесных? Нет, ну, как, там же рассчитано на несколько детей. То есть одного взрослого с тряпочкой это вполне вытерпеть. Тем более он же туда не скакать пойдёт, а просто тихонечко там пойдёт. Проползёт. Да. Проползёт и протрёт. Да, и вы знаете, по моему глубокому убеждению, по предположениям моим личным, вот этот случай в этом торговом центре, он далеко ведь не единственный. Не единственный. Мы просто не знаем. Это просто огласке не придаётся. А если, например, поинтересоваться в той же травме, да, если простым языком говорят, там, наверное... Нет, Владимир Никитин, расскажут многое, наверное. Там-то как раз история такая, что если туда ребёнок попадает с травмами, то они-то, конечно, обязаны это всё фиксировать. Насколько я понимаю, какие-то сигналы от них уходят. Если в процессе... Куда уходят? Куда, я не знаю, в контролирующие органы, в прокуратуру ещё куда-то. Нет, ну, вот у меня просто ребёнок... Если серьёзные травмы они должны. Мы в Санкт-Петербург приехали, мы... Ну, есть там вот эти сети Ашан, где вот эти бесплатные такие уголки. Я оставила своих двоих. У меня один из двойняшек скатился с горки и сломал руку. Причём вот... У вас? Да, у меня ребёнок. Мы в чужом городе. Я не знаю вообще куда чего. Мне, значит... Но вы же застрахованы в полис медицинского страхования. Я спрашиваю, причём мне говорят, ну, у меня рука болит. Я говорю, как он... Ну, я упал вот на руку. Ну, ладно. Уже всё, приехали домой. Он говорит, ну, болит рука. Я говорю, так согнуть можешь, он больно. Я говорю, ну, поехали в травму. Травма-то где? Я-то в чужом городе, я же не знаю. Начали искать по интернету. Кое-как нашли, доехали. Всё, нас приняли без вопросов. Нам сделали рентген. Оказалось, на самом деле, сломана рука. И дальше? Ну, где травма? Я говорю, вот, упал с горки в этом. Ну, и всё. И как-то меня больше никто об этом не спрашивал. То есть и не проверок потом ничего такого не было. Никто ничего не спрашивал, да. То есть, ну, это вот к вопросу о том, что это куда-то уходит. У нас у старшего ребёнка тоже в классе мальчик есть. Ну, он такой счастливый на все эти переломы. Он тоже вот как куда-то... В кавычках. Да, он как куда-то сходит, так обязательно что-нибудь сломает. Вот на всех вот этих вот батутах. Ну, куда бы он ни пришёл. Причём обычно эти дети, если не очень серьёзные ситуации, они встают и дальше. Они ещё играть могут несколько часов после этого. Он там на дне рождения был тоже в батутном парке. Вот они тоже прыгали, прыгали, прыгали. Он там упал, ой больно. Он допрыгал, пришёл домой, ещё пару дней дома проходил. Потом тоже у него там какой-то сложный перелом. И он вот на каждых вот на этих... Да, он дихнет, он как бы ребёнок. Есть дети активные. Но тоже это ведь никуда не так. В общем, этот мальчик был исторической личностью в том смысле, что он постоянно попадал в какие-то истории. Да, постоянно. Причём вот они тоже с братом двойняшки. Один, вот вообще никаких не травм. Этот постоянно. Вот то рука, нога, голова там, ну всё что угодно. Вот такой вот он счастливый на все эти. Времени рекламной паузы у нас подходит. Это эксперт Общероссийского народного фронта, Кировского отделения. В нашей студии Алена Чеснокова. Мы говорим о состоянии детских игровых комплексов. Вот сейчас будем говорить о таких площадках открытых уже, да, после рекламы. Безопасно или небезопасно отправлять туда и оставлять там наших детей. Вернёмся очень скоро. Алена Чеснокова, эксперт Кировского отделения Общероссийского народного фронта. В нашей студии программа «Дневной разворот» продолжается. Говорим о безопасности детей на детских площадках. Ну давайте вот перейдём всё-таки к комплексам, которые во дворах находятся, и открытым комплексам, так называемым, муниципальным, да, тем, за которые ответственность несёт город. Я так понимаю, что это, ну, какие-то вот площадки такие массового пользования, я бы так сказала. Два слова приходят сразу на ум. Да. Излом да вы их, как говорится. Ну не всегда, не всегда. Не, ну постоянно мы читаем в СМИ сообщения о том, что где-то там что-то торчит, какая-то арматура, проволока, ребёнок напоролся, что-то там себе сделал и так далее. Ну вот, насколько я знаю, сейчас как раз продолжаются проверки ОНФ, начатые в прошлом году, проверки безопасности детских площадок, и приходят сообщения о том, что где-то действительно сетка, которая огорожена площадке, порвана и торчит, и можно глаз выколоть. Где-то старые штыри торчат из земли, арматура. А ещё есть сообщения, не знаю, насколько они соответствуют действительности, но зная, в каком мире мы живём, неспокойном, якобы на детские площадки ещё что-то и подбрасывают, колюча режущая мелкая, чтобы кому-то якобы не нравится, и соседи, чтобы дети там не бегали, не играли, не кричали. Да, бывают и стёкла, и бритвы. Стёкла, бритвочки, иголочки какие-то подбрасывают, чтобы ребёнок травмировался. Больше не приходил. Представляешь, до чего доходит? Ну, у нас ведь каждый год это, в принципе, и на театралке, в горке. Серьёзно? Я думала, это рассказы какие-то такие. Нет-нет-нет, и штаны рвали, и слава богу, только штаны. Вот, есть, вот, ну как, горка, она же деревянная, в лёд вот этот вот... В щели? Не в щели, а вот в лёд вмораживают. В лёд вмораживают вот эти вот всякие колющие, и я говорю, слава богу, вот мы один раз порвали штаны. Спасибо, Господи, что взял штаны. Слушайте, ну а на театралке-то кто это делает? Здесь жилых домов-то нет. Люди. Ну, у нас же люди-то всякие. Тут, конечно, обосновение, обесная осень, но бывает, видимо, у некоторых и зимой. В центре внимания УНФ тоже ведь находятся эти, да? Да. Площадки открытые уже неоднократно мы читали. Ну вот смотри, какая история. Я, насколько понимаю, с прошлого года, когда начались проверки, и вы заставили, скажем так, городские власти и власти территориальных управлений, да, представители начальства, руководители, инспекторов как-то подключиться к этой проблеме, площадки, за которые несёт ответственность город, их более-менее привели в порядок. Их, слава богу, немного. Их, слава богу, немного. Ты сейчас как чиновник администрации говоришь. Их, слава богу, немного. Следим более-менее. Следим более-менее. Да, даже на это рук не хватает. Не хватает. Да не хватает, конечно. То, что, ну, вот я говорю, когда идёшь в Москве, в Питере, и смотришь, что в любом дворе площадка, на которой вот у нас вот этот корабль мечты, весь город собирал деньги, а там вот это стоит в каждом дворе. За счёт муниципалитета поставленное. За счёт муниципалитета. Причём там шуршат эти все, убирают все бумажки. Ну, там, конечно, немножко и менталитет уже другой. Там вот даже вот дети у меня ходят. Вот здесь мама куда выкинуть? И дворники с азиатской внешностью. Да, и дворники работают там, всё. Ну, там как-то сам вот вроде чисто, и бросать неохота. А у нас идёшь в эту урну, днём с огнём не сыщешь. Куда кидать? То есть, ну, куда? Вот в карманы. Ну, так и приходится в карманы, в карманы, в сумку. Кто-то в карманы, а кто-то, айда, уберут. И а уберут, это десятилетиями потом лежит. Так, давайте, вот городские площадки. Те площадки, за которые город несёт ответственность и территориальное управление. С ними что? Вот по итогам проверок. Ну, опять же, пока вот на какие-то мелкие недочёты там обращаешь внимание, их, поскольку, слава богу, их немного приводят в какой-то надлежащий вид. А то, что повесили на людей вот эти дворовые площадки и то, что... Это вторая честь. Вторая честь. Там вообще всё глухо, потому что у людей денег нет. Всё это привести в надлежащий вид они не могут. Это очень дорого там, потому что просто лишь бы какую-то горку никто не позволит поставить. Это нужно там сертифицированную... По ГОСТам должна быть горка. А это сертифицированная горка, которую можно, ну, так скажем, взять без документов. Она стоит там в 15 раз дешевле, чем с документами. То есть и вот и получается, что в доме, например, живёт 50% бабушек, там 25% молодых мам. Бабушкам эти горки нафиг не нужны. Ну да, они не готовы вкладываться. Да, они в это вкладываться не будут. Я иногда задаюсь вопросом, а что бабушкам надо? Лавочки. Кроме лавочек. А 25% от этих мам, они просто не в состоянии оплатить это всё. Тем более, если сделать... Так они не должны оплачивать, Елена, ведь мы же платим за содержание текущий ремонт. Конечно, конечно. Из этой графы должно всё делаться. Никто не будет из этой графы, там найдут 350 всяких отмазок, что там крыша потекла, там ещё что-нибудь, эти деньги ушли туда, как срочная дыра. То есть на площадке никогда ни у кого нет денег. Это никто заниматься не будет. То есть в лучшем случае сделаются финансирования через ППМИ или ещё как-то. Это в лучшем случае. И как сейчас решается вопрос? То есть я вот видела недавнее ваше сообщение, и там упоминалось несколько адресов улицы Пятницкая, по-моему, улица Роза Люксембург, ещё что-то ваше, я имею в виду, общероссийского народного фронта. Вот с этими площадками, где уже зафиксированы реальные какие-то такие опасные объекты, какие-то конструкции, которые могут детей травмировать. Пока не могу сказать, честно, я тоже не могу физически там посещать всё. То есть у нас один человек сюда ходит, другой туда-то. Муниципалитет-то как-то готов к этому подключиться? Именно к исследованию и приведению в безопасное состояние площадок на придомовых территориях? То есть инспекторы территориальных управлений СУНФ не ходят? Нет. Не проверяют? Нет. Так. Нет. А дальше вот вы выявили проблемы. Дальше что? Город как-то может в этом поучаствовать? Или он может максимум управляющих компаний попенять за то, что она хорошо выполняет свои обязанности? Скорее всего, максимум, да. У нас сейчас вообще вот просто на все случаи жизни. Денег нет, но вы держитесь. Крылатая фраза Дмитрия Медведева, которую теперь можно везде использовать и всем. Поэтому вот так вот. Так, хорошо. Давайте о будущем поговорим. Дальше-то что будет? Ну, то есть проверки, я так понимаю, будут продолжаться? Будут продолжаться, да. Вот хочется, конечно, сказать еще вот то, что сейчас новые дома строятся застройщикам. Спасибо. Они уже думают головой, они делают вот эти площадки. Да, они, может быть, берут там, ну, что-то вот в эти, в оплату этого же метража. Ну, закладывают, увеличивают стоимость квадратного метра. Но они сразу уже продумывают эти площадки и делают довольно неплохие. Уже все там и по гостам. Так где? Приведите хоть пример. Ну, в метро площадка. У Наурицкого хорошие площадки очень там. И вот с покрытием вот с этим там и все. Почему бы не знать этих застройщиков? На Некрасово там есть тоже хорошая площадка. Причем там еще такая футбольная здоровая коробка. Тоже вот с этим, с покрытием-то, со специальным. То есть начинают хотя бы люди думать. Ну, хорошо. Проблема-то в том, что когда вот мой, например, дом строился в 85-м году, у нас тоже была хорошая площадка. Там стояли новые качели, новая горка. И все это было в совершенно нормальном состоянии. Просто через 10 лет это все, естественно, пришло в негодность у горки. Отломали пару досок. Неправильно. В песочнице упала крыша. Не пришло в негодность, а мы привели в негодность. Мы привели. Нет, это были не мы. Мы, дети 80-х, привели в негодность. Это были не мы. Это были какие-то дяденьки, извините меня, пожалуйста, которые на детской площадке сидели. Сейчас история такая с детскими площадками. Во многих дворах, я так понимаю. Как раз вот эта сетка рабица, которая является опасной для детей, ее ставят, огораживая эти самые детские площадки, ставят дверку какую-то там. У каждого жителя с ребенком, я так понимаю, есть ключик. Это в очень редких. В основном у нас вот эти все наши, так сказать, родные детские площадки, они просто... Советские. Эта горка дышать будет год. После этого она тоже придет в ненадлежащее состояние, и дальше уже будет обязанность управляющей компании эту горку приводить в безопасное состояние. Да, на управляющая компания скажет, у меня нет денег на это. Хотите, собирайте, ремонтируйте, или я вам там повышаю тариф, вычленяю там эти суммы. На рубль поднимай всем. На ремонт этой. А бабушки скажут, да нафига мне эта площадка, я туда не хожу, я из дома-то там пять лет не выхожу. То есть обязать тоже никто не может. Это же все решается сейчас общим собранием. А бабушек 50%. Да. Ну, не везде. Где-то побольше, наверное, где-то поменьше. Ну, может быть, выход в том, что в комплексе как-то это делать. Двор, асфальт благоустраивать, скамейки ставить. Фонари. Фонари, освещение, детскую площадку. Но это все равно очень многое зависит, конечно, от... От старших? Нет. От активных самих жителей? От активных, да. Это зависит от людей, которые... Ну, от пробивных, которым это нужно, которые хотят этим заниматься. А не то, что, ну да, нам надо, но займитесь кто-нибудь. И этот кто-нибудь, он также будет руками махать. Мне сейчас некогда, мне дам это. А потом он скажет, да мне вообще наплевать на эти горки. У меня уже дети выросли, а до внуков еще там 15 лет. Вот когда будут внуки, я тогда буду заниматься. То есть у нас, ну, люди сами очень пассивные. Я прошу прощения, вот я понимаю все там, да, вот это вот в сторону жителей, да, такие как бы претензии. Но мне-то кажется, что все равно безопасностью должен город заниматься. Обязательно. Вне зависимости от того, где это находится. Обязательно. Придомовая территория, городская территория. Все что угодно. Вот просто нужно обязать территориальных инспекторов, их, конечно, не так много, но тем не менее, обойти в том числе площадки на придомовых территориях. Потому что если, не дай бог, что-то случится, то первые, чьи головы полетят, это ведь будет не только управляющая компания, это будут и городские власти в том числе. А если полетят? Если полетят, да. Потому что вот недавняя история, вот в Сочи мальчик это засосал. Там же уже сказали, бабушка виновата. Не держала ребенка за руку, да. Все. А бабушка не здешняя, бабушка же не знает, что происходит в Сочи с ливневой комбинацией. Алина, слушайте, такая идея пришла. Было бы очень здорово, если бы ОНФ, раз уж вы представляете, общероссийский народный фронт, выпустил некую памятку для родителей. Как делать вот в этих случаях? Как поступать, куда бежать, куда жаловаться. Да, в этих случаях, когда происходит что-то такое. Хорошо, как предложение, мы это все обдумаем. Как это сделать более доступно. Непредвиденное, да, на детской площадке. Как действовать, как, собственно, с кого спрашивать. Да, это очень хорошая как бы идея. Ну вот я говорю, если бы были какие-то информационные доски у каждого вот такого игрового комплекса, я не говорю про домовые, ну хотя и про домовые в том числе надо бы, но хотя бы вот в этих развлекательных центрах, это уже сняло бы половину вопросов. Я бы сразу распечатывал, у меня с жене сказал, вот жена, знакомься. Вот, кстати, да, если бы это было в электронном виде, я думаю, что и многие добросовестные, я бы так сказала, управляющие компании, кто старается следить и кто думает там в том числе о своей ответственности, они бы, наверное, это распечатали. И есть же в подъездах информационные вот эти досочки с кармашками. То есть туда бы это тоже все было помещено. Да, так же точно как висят тут все телефоны дежурных служб там и аварийных служб каких-то. Хорошо. Ну а пока, видимо, получается, что все мы в первую очередь сами за себя отвечаем, да, и рассчитывать на дядю. Ну в первую очередь, конечно, сами. Но хочется все-таки, чтобы... Нет, хочется, чтобы люди, которые зарабатывают... Я прошу прощения, да, вот за такое, зарабатывают деньги на родителях с детьми, все-таки понимали тоже и свою меру ответственности. Говорят, прибыльный бизнес, кстати. Ну потому что ребенку, Владимир, никогда не откажешь. Вот на ребенка никогда денег не жалко. Ты же понимаешь это. Нет, ну когда их нет, откажешь. Ну когда их нет, понятно, да. Но тем не менее, если там есть возможность, да, и просят, и если стоит не так дорого, то, конечно, родитель любой, наверное, пойдет малышу навстречу. Нет, ну просто какой-то родитель там 10 раз его пустить на этот батут, а какой-то родитель только один раз. Да, этого одного раза, к сожалению, может быть достаточно для того, чтобы ребенок травму получил. Вот. Мне-то кажется все-таки, да, что надо как-то, может быть, и сертифицировать все эти вещи. Ну вот я имею в виду в торговых центрах прежде всего. Но я думаю, что там все-таки это без сертификации и не стоит ничего. Нет, 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 сертифицировать я имею в виду сотрудников. Сотрудников, да, да, да. То есть хотя бы, чтобы они проходили какой-то инструктаж, точно так же, как было у нас вот с противопожарными проверками после Зимней Вишни, да, когда спрашивали, кто что знает, там, да, кто что умеет и проводит эвакуацию, и спрашивает, где пожарные выходы. Ну или обязательный курс какой-то медицинской помощи первой. Чтобы было хоть что-то, да, даже, может быть, не первой медицинской помощи, но хотя бы, чтобы они понимали, куда звонить в этот момент, да. Вот про это и... Что ребенка сразу же надо изъять, надо комплекс закрыть, остальных детей вывезти. Наличие первых... Но не всегда ребенка можно изъять. Еще неизвестно, как он упадет, может, его там трогать нельзя. Конечно, конечно. Не, ну, а, кстати, важный вопрос, ведь, ну, все мы прекрасно, я думаю, знаем, первую помощь при вот таких, при растяжениях, при переломах, это холод, да, это фиксация. А вот такие вещи есть, интересно, нет? Да нет, конечно. Чем они там будут замораживаться? Аптичка есть там элементарно? Ну как? Я думаю, что там нет. Ты думаешь, там пакет, как в аптечке. Сухой лед есть в автомобильной аптечке? Я думаю, что нет. Я тоже думаю, что нет. Я думаю, что если уж не хватило сил на бумажку с правилами, то про аптечку-то... Максимум, Владимир, на что хватит времени добежать до магазина продуктового в этом же торговом центре? Кусок мяса купить? Купить холодную замороженную курицу, да, и приложить ее... Может быть, даже пакет молока. ...к повреждений, да, или холодный пакет молока. Но это если сообразить сотрудник этого боттутного развлекательного центра, то хорошо. Ну, вообще, очень странно, потому что там, мне это казалось, вот в наше время, по крайней мере, что на детских каких-то вот этих вот активностях всегда работали ребята с педагогическим образованием, а у нас, ты помнишь, да, Владимир? А тут-то и получается, что... У нас что? Давалось какое-то... У нас с нашим педагогическим образованием, ты имеешь в виду? Да, давались какие-то элементарные нормы, ну, потому что там же дети... Ничего себе, давались. Это вот серьезное внимание, между прочим, выделялось экзамены и зачеты и так далее. Нет, а тут-то в том и дело, что неизвестно, кто сидит, чем он болеет, может, у него там открытая форма туберкулеза, он с детьми работает, ведь никто не проверяет этого. Или дважды судимый. Да. И так далее. Ладно, это большая такая тема, надо будет к ней еще подступиться раз. На такой нервозной точке завершаем наше общение. Алена Чеснокова. Все будет хорошо. Да, эксперт Кировского отделения Общероссийского народного фронта. Спасибо большое. На этом первая часть дневного разворота заканчивается. Вторая часть спустя 20 минут. Субтитры создавал DimaTorzok